Один из вопросов, присланный нашими слушателями в эту программу «Трудные места Писания» с библейским порталом «Окзегет» звучит так. Он не конкретному месту Писания, он, скорее, ко всему Новому Завету. Почему Господь должен был принесен быть в жертву ради искупления грехов человечества? Кому нужна была такая жертва? Вообще, почему надо было проливать кровь Господа нашего? Хороший вопрос, его часто задают, и на него довольно трудно ответить, но я попытаюсь в очередной 100 500 раз. Смотрите, вот мы читаем, конечно, это прежде всего в посланиях Павла, что всякий человек грешен, что он нуждается в спасении. Что для спасения должны быть прощены его грехи. Все очень логично, все очень понятно. И дальше. И вот Иисус Христос умирает на кресте для того, чтобы Господь нас простил. Это его жертва такая. И вот тут возникает куча вопросов. А что, Бог не может просто так простить грехи? Ну, допустим, на некоторых условиях человек покается. А что, если кто-то умрет за мои грехи, то моя вина снимается, что ли? Вот в обыденной жизни мы такого не замечаем. Ну, бывают ситуации, когда человек жертвует собой, но это связано, допустим, там, с подвигом на поле боя. Или, допустим, там, со спасением во время стихийных бедствий. И кто-то, не знаю, там, идет в огонь, дым, чтобы вынести другого человека. Или там солдат остается прикрывать отступление своего отряда и погибает, но отряд успевает спастись. Это понятно. Но чтобы кого-то вот взяли и убили просто, чтобы спасти других людей, это называется словом жертва. А что хорошего в жертве? Вот, допустим, человек грешен. Он согрешил. Ну, помолись Богу. Зачем ты берешь барана или быка, или там, пусть даже голубя, и убиваешь его, и проливаешь кровь перед Богом? Это кому надо? Богу нужна эта кровь? Наверное, в примиссивном первобытном обществе, в шаманизме каком-то люди верили, что их духи, боги, они питаются этой кровью, впитывают аромат жареного мяса, да, вот этим ароматом как бы тоже они питаются. И когда они хорошо покушали, им хочется простить человека, что-то ему приятное сделать. Но неужели мы о едином Боге вот таких примитивных шаманских представлений придерживаемся? Совершенно непонятно, да? Смотрите, все-таки то, что произошло на Голгофе, то, что описано в Новом Завете, это какая-то очень большая тайна. И мы в любом случае описываем ее в образах. Когда Иисус говорит «Я – путь, истина и жизнь», мы же понимаем, что он не дорога, не шоссе, что жизнь, физическая жизнь – это процесс, который встречается в самых разных организмах, начиная с одноклеточных. Христос вроде бы не является этим процессом, а что такое истина – тоже большой вопрос. Или когда он говорит «Я – лоза, а вы – ветви», мы понимаем, что он не виноградная лоза. Или «Я – дверь», мы понимаем, что он не в проеме дверном стоит в качестве некоторой двери, деревянной или металлической. Что с этим всем делать? Это образы, это метафоры, это способ описать то, что происходит с помощью простых земных аналогий. Мне кажется, что слово «жертва» из этого же ряда. Это слово порождает вопрос, а кому принесена эта жертва? Ну, наверное, Богу. А что, отцу приятно смотреть на мучительную смерть сына? Ему это доставляет удовольствие такое, что он готов простить всех за это удовольствие? Совершенно нет, немыслимо. Некоторые даже доходят до такого предположения, может быть, сатане, вот как бы человек, который грешен, он попадает в ведомство сатаны, и сатана его, конечно, просто так не отпустит, и Христос себя вместо него отдает на мучительную смерть. Но, простите, это что? Это Бог приносит себя в жертву сатане? Кто у нас тогда главный? Это вообще какой-то полный абсурд получается, что-то на грани святотатства. Вот мне кажется, что любая метафора, любой сложный образ имеет свои пределы. Если Иисус говорит «я лоза, вы ветви», а мы скажем «а виноград красный или белый?» Какого сорта конкретно? А как он вызревает? А он больше кисленький или сладенький? Ну, абсурдные вопросы, да, не о том. Или когда апостол Павел говорит, что вы искуплены. Это ссылка на вполне конкретную практику. В Древней Римской империи рабов выкупали на свободу. Они сами могли выкупиться, если они собирали достаточную сумму денег. Но трудно рабу собрать деньги, да, все-таки. Ну, нет у него таких возможностей, но кто-то может прийти и выкупить раба, заплатить за него цену его свободы. И апостол Павел говорит, Христос заплатил за вас эту цену, умерев на кресте. А мы спросим, а сколько это в динариях, в сестерцах? В рублях, долларах, евро? Ну, абсурдный же вопрос. Понятно, что это не измеряется этим. Значит, произошло что-то такое на кресте, что может быть описано как искупление или как жертва? Искупление, выкуп, который человек платит за другого. Жертва как что-то такое, что человек отдает в идеале свою жизнь, вот такая высшая жертва, для служения Богу. Но эти метафоры и образы не описывают всей полноты этого таинства. Абсолютно нет. Они лишь способ к этому приблизиться. Вторая часть вопроса, почему надо было проливать кровь Господа нашего? Да простил бы он просто и все. Ну, на некоторых условиях. Знаете, как это бывает? Вот человек, допустим, ходит на исповедь, раз за разом приносит одно и то же. Вполне, может быть, искренне кается, но ничего не меняется. Вот абсолютно ничего. Прощают его и прощают, и прощают, и прощают. Тут оказывается, что столкновение со злом имеет какие-то свои очень тяжелые последствия. Попробуйте летом на море, на речке надутый мячик воздухом, надутый, погрузить в воду. Он же вырывается. Вода его выталкивает. Вот абсолютно благо Христос приходит в этот мир злой. Этот злой мир его выталкивает. Не держит в себе, как мячик надутый воздухом. И дело заканчивается Голгофой. И человек, который ощущает, что он на стороне зла, он, в общем-то, понимает, я та самая вода, которая выталкивает мячик, я то самое зло, которое не пускает Христа в этот мир. А он входит в него, он входит в него до такой степени, что мячик лопается под давлением воды, что Христос умирает, умирает в мучительной, позорной смерти на кресте. И это для того, чтобы ему остаться со мной, потому что я в этой воде. Вот я вам еще один образ предложил, не из Писания, а из собственной головы. Их можно предложить очень много. И если вот так говорить, ну, предельно просто, то, мне кажется, очень, может быть, примитивный ответ. Он прозвучит так. Пролитие крови в данном случае неизбежно, потому что абсолютное добро сталкивается с этим миром, в котором царит зло. И если бы этого не было, прощать, конечно, Бог может сколько угодно. Но это прощение тут же превращается в потворство злу. Это зло как бы лишается всех последствий. Ну, представим себе, мы маленьких детей учим, когда, допустим, они еще не знают, прикоснулся к горячему. Специально предлагают ребенку прикоснуться к не очень горячему, там, чайнику или чему-нибудь, чтобы он ощутил. Это больно, да. И нельзя прикасаться, потому что иначе он в следующий раз там головешку тлеющую из огня возьмет и очень серьезно обожжется. Да, вот это такая маленькая-маленькая боль, сигнализирующая об опасности, она очень важна, да. Вот. И, или мы там показываем, это острое. Вот колем какими-нибудь ножницами или ножом пальчик, но так, чтобы там не повредить серьезно, а чтобы он ощутил, да, вот тут больно, не надо этого трогать за острые поверхности. И в каком-то смысле, вот, еще один образ я предложу, то, что Христос не просто трогает нашим пальчиком этот чайник, да, он берет эту горячую головешку и держит ее в руке, мы понимаем, как это, да, и мы понимаем, насколько это серьезно. А если просто вот всегда все прощается, то, ну, понимаете, огонь не обжигает, острое не режет, нет, колбасу или тортик режет, а руку нет. Это такой мир, где зло не существует, где зла не происходит, в принципе. И мне кажется, в этом мире разумные существа были бы абсолютно бессмысленными, да, вот они бы, знаете, как такие животные, у которых все есть, да, там им корм задают, их там лечат, и они проживают какую-то довольно бессмысленную жизнь от рождения до смерти, ничем не интересуясь, и просто жирея. Вот человек бы так жил, и если бы просто существовало прощение, если бы зло было удалено из этого мира само по себе, это не очень интересно. И этот мир так устроен, что в нем зло имеет свои последствия. Христос берет на себя последствия самого главного, самого страшного зла, и это каким-то образом связано с нашим спасением. А вот каким мы это описываем с помощью разных развернутых образов. И образ жертвы, мне кажется, один из них, и причем самый важный, самый полный и самый частый в Писании. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok